Дневное разворотство Зимней школы Университета Комитета гражданских инициатив Про это мероприятие мы говорили на прошлой неделе Ребята подключали прямо оттуда Из Москвы, точнее даже из Подмосковья Из Венигорода И вот сегодня Анатолий Курбатов, Виталий Брама, Александр Лупов Будут в нашей студии Расскажут по итогам Недельная сессия, да, обычно бывает в Комитете гражданских инициатив Вот в зимней школе, да Студенты, я так сразу задумалась Не знаю, слушатели, наверное Ну хорошо, пусть будут слушатели Взрослые все люди собираются В Университете Комитета гражданских инициатив И мы уже, конечно, анонсировали Эту историю И в прошлом году, надо сказать Что зимняя школа имела продолжение Приезжал и в Ауахасе японский специалист В Киров приезжал В Киров приезжал и Даниил Безденежных Который у нас здесь с тобой был С Алтая приезжал и много чего было Мы хотим выслушать, какие идеи Какие задачи, какие планы После этой школы В головах у наших коллег В общем, есть Я правильно понимаю, что эта сессия Этого года тоже была связана с урбанистикой? Да, так или иначе, да, безусловно Но в первом часе мы говорим О том, что сейчас Прямо сейчас происходит в городе И у нас в студии Илья Шульгин, глава администрации города Кирова Илья Вячеславович, добрый день Добрый день Алла Албегова, министр охраны окружающей среды Кировской области Алла Викторовна, здравствуйте Здравствуйте Что будет с Ежовским озерно-родниковым комплексом в Кирове Каковы планы властей И, конечно, мы будем говорить о том Что будет с Морозовской горкой Как ее называют в народе На самом деле это часть Киморской горы Горнолыжный комплекс Горнолыжный комплекс Да, потому что очень много движений За этот год на этом участке произошло Но вообще надо сказать Что с этим горнолыжным комплексом Все время происходят какие-то события Вот что ни год, обязательно что-нибудь происходит И у нас здесь бывает господин Морозов, который рассказывает Что он делает и чего он не делает У нас бывают власти, у нас бывают общественники Все выражают свое мнение Активно идут действия Прежде чем мы приступим к обсуждению этого участка Нашего города Мы все-таки попросим Илья Вячеславовича Прокомментировать новости Которые вот сейчас буквально у нас были в выпуске И эти новости касаются аварии на теплотрассе Потому что какие-то огромные цифры были названы И дома, и детские садики, и прочее Перекресток Некрасова-Чапаева, да? Так точно, у нас сегодня ночью произошло отключение И на сегодняшний день нарушены теплоснабжения 104 жилых дома, 28 тысяч человек 5 детских садов, 3 социально значимых объекта И одно учреждение здравоохранения Это по данным ЦУКС Ну, могу сказать, что ситуация под контролем Специалисты КТК и ПАОТ и Плюс Совместно со специалистами администрации Проводят аварийно-восстановительные работы Ну, банально все просто Старая задвижка После ремонта не смогла прийти в нормативное состояние И было принято решение ее поменять Потому что, ну, начало зимы И лучше сделать сразу все по-хорошему Ну, поэтому вот, Сергей Александрович Бересневым Мы общались фактически всю ночь Под утро сейчас задвижка заменена Идет заполнение основной магистрали теплотрассы И вот по данным КТК Где-то в районе с 12 до часа Будут они готовы раздавать тепло уже по отпайкам По микрорайонам, по домам Поэтому, ну, падение температуры Надо сказать, что произошло То есть в некоторых детских садах В некоторых школах Температура ушла ниже 20 градусов Там 16-18 градусов есть Данные там, где вот Особенно старые окна, не пластиковые По детским садам Специалистами КТК Развезены обогреватели Ну, понятно, что вот сейчас Максимально специалисты стараются Привести все в порядок Чтобы у нас не было проблем С падением температуры Но могу сказать, что Все нормально Люди работают И думаю, что Сегодня уже ближе к обеду Ситуация будет полностью локализована Спасибо за комментарий Переходим к нашей основной теме Начнем мы все-таки с новости Которая прогремела 5 декабря На Кикиморской горе Начали сносить коленку Морозов Писали наши коллеги И мы тоже писали О сносе ангара В котором хранились Как сообщают владельцы этого ангара Будем говорить конкретно Господне Морозове Хранилось оборудование Плюшки-ватрушки Для катания с горы Скейтборды и лыжи К нам приходил юрист Ян Чеботарев Который говорит, что Собственник оценил Свои потери Чуть менее, чем в миллион рублей И мы этот вопрос С вами, Илья Вячеславович Вне эфира тоже обсуждали Вы сами проявили инициативу И сказали, что нужно прийти и рассказать Что же там происходит Какова наша позиция Мы, Алла Викторовна, чуть попозже Займемся экологией И зовемся ландшафтом И водами, которые там есть Потому что открылись факты Которых не знали даже мы Члены общественной палаты Члены комиссии по экологии Об этом нужно рассказать А сейчас Хотелось бы из первых уст Услышать, Илья Вячеславович Что произошло на горнолыжном склоне Почему снесли ангар Насколько это было законом Как вы это оцениваете Ну, давайте Как говорится, с самого начала Во-первых На сегодняшний день существует Участок, который принадлежит Направе собственности Собственной горнолыжной базе Калинку Морозов И на которой установлены Капитальные строения Которые никто, как говорится, не трогал И вообще к ним никто не приближался Потому что они там построены Еще давно уже И все документы там оформлены Речь идет о том Что неоднократно Терруправлением Первомайского района Были даны предписания На то, чтобы убрать С территории муниципальной За границами участка Которая принадлежит Калинке Морозову Двух сараев Самовольно возведенных На территории общего пользования Так же, как и Привезти забор, который Огораживает эту Горнолыжную базу В нормативное состояние И привезти в границу Участка, который принадлежит им Потому что сегодня Забор смещен на 8-9 метров В сторону дороги По улице Урисково То есть это Самозахват территории Об этом Неоднократно были даны Предупреждения Предписания Которые, к сожалению Не исполнялись Сотрудниками После чего Было дано предупреждение Что будет Произведен демонтаж Самовольно возведенных Конструкций Что и было сделано Но Андрей Николаевич К сожалению Отреагировал Как-то вот так На мой взгляд Неадекватно Андрей Морозов Да Морозов Андрей Николаевич И Начались Эти непонятные Статьи О том, что Снесена горнолыжная база Ну в общем Совершенно не соответствует Действительности Там стоял один шатер И один сарай В котором Находился Щит электрический Эти Постройки Были демонтированы Ни о каком ущербе Там речь не идет Потому что Ну вот Можете посмотреть фотографии Там Ну в лучшем случае Там хранился какой-то Хозанитер Поэтому Прекрасно я думаю Что руководство Горнолыжной базы Осведомлено Что произошло И прекрасно понимают Что они В этом случае Совершенно не правы Но Вот этот эмоциональный Всплеск Вот этот эмоциональный фон Который Создали наши СМИ Со слов Опять же Сотрудников Горнолыжной базы Он привел к тому Что создалось впечатление Будто бы Там эта Горнолыжная база Сама по себе Ликвидируется И так далее Но это неправда И на этом Хотелось бы Как раз И заострить внимание Я прошу прощения Я все-таки уточню Яна Чпатарев В нашем эфире Говорил о том Что предупреждение Действительно Получил Морозов О предстоящем сносе Но проблема в том Что получил Он его с 7 числа А в ночь С 6 на 7 Как раз Были произведены работы То есть Я не знаю Или почта подвела Может быть Не вовремя доставила Или еще что-то Или это было Не первое предупреждение Это было не первое предупреждение Об этом Речь идет с лета И почему-то Достучаться мы не можем Потому что К сожалению Ну как-то Не слышно Документы Почему-то Вот не воспринимаются Причем Когда начинаешь говорить О том Что вам необходимо Забор перенести Вам необходимо Вот эти вот сарай Разобрать Которые находятся На городской территории Это не мое Это не мое Я знать не знаю ничего Начинаем сносить Вот администрация Производит Незаконные действия Произведено все законно Никаких Дополнительных действий Для того Чтобы нам это совершить Нам абсолютно не нужно Поэтому Вот все эти разговоры О том что администрация Ведет незаконную деятельность Что это самоуправство И так далее Это все не соответствует Действительности Я об этом Как раз пришел в студию Рассказать Ну у меня на самом деле Да Вот все-таки я уточню Хорошо Ладно Давайте Давайте на перерыв Продолжаем разговор С нашими гостями Илья Шульгин Глава администрации Города Кирова В студии Алла Албегова Министра охраны Окружающей среды Кировской области Анна Лапшина Светлана Занько Мы говорим о судьбе Ежовского озерно-родникового Комплекса В связи в том числе С тем что происходит На Кикиморской горе Где расположен И сейчас Горнолыжный комплекс Калинка Морозов Ну вот что касается Ангара Эту позицию мы Выслушали мы И противоположную позицию Выслушивали там устами В том числе Яна Евгеньевича Чемтарева Которую мы упоминали Я только не совсем А не поняла Занимается ли этим делом Ян Евгеньевич Работает ли он Как юрист Для Калинки Морозов Или нет Надо тоже это выяснить И конечно мы Как обычно по традиции Мы и Андрею Морозову Можем предоставить здесь слово Он может прийти и рассказать В том числе и о планах На развитие этого комплекса Мы тоже про планы Мы много слышали Это надо обсуждать Наверное как-то совместно Но дело вот в чем Оказалось Что в процессе Обследования горы Того что там были Какие работы там были произведены Выявились очень серьезные факты Которые повлияли на экологию Этой местности И на планы В том числе городских властей И областной администрации По строительству Ежевского озерно-родникового комплекса Напоминаю Что к этой горе Примыкает русло Реки Хлыновка И мы об этом говорили По реке Хлыновка Идет работа С подачи Министерства экологии Городских властей Проекта Кировской области Игоря Васильева Губернатора Идут работы По началу Расчистки русла реки И устройства Ленточных парков И что в итоге Оказалось Алла Викторовна Ну вот Это одна из самых Неприятных ситуаций Которая сейчас возникла И прояснилась То есть Проектная организация Которая Ошляла Инженерные изыскания На территории Вот этих 7 километров Довела до нас Сведения Это было Буквально там Две недели назад О том что В ходе Работы мы еще пока Не приняли Не получили Но тем не менее В устном формате Была доведена информация О том что На двух участках Реки Хлыновки Нарушено русло Оно изменено И старое русло Фактически засыпано И мы вынуждены были Этот участок Километра Реки Хлыновки Исключить из проекта Потому что Расчищать их нельзя Там должны быть Работы совсем другого Капитального характера А именно Русло регулирующее И рекомендовать Уменьшить стоимость работы То есть фактически У нас получается В следующем году И там В 20-м году Когда мы начнем Реализовывать проект Мы вынуждены Будем этот кусок Исключить Мы надеемся Что потом Когда-либо Мы вернемся к нему Но вот сейчас Вот такая непредвиденная ситуация Которая нас постигла Давайте опишем Вот эту картину Вот есть склон Он всем известен К нему примыкает Река Хлыновка Что произошло Я правильно понимаю Владельцы Горнолыжного комплекса Для того Чтобы склон Продлить Увеличить Они вырыли Обводной Как бы канал И пустили Русло реки туда Фактически Действительно Река Хлыновка Протекала Под склоном Она мешала им И для того Чтобы удлинить Так скажем Вот эту трассу Они сделали Ну вот Если посмотреть на карту Буквально под прямым углом Вот вы видели Чтобы реки текли Под прямым углом Русла их менялись То есть вот такие Там неестественные Совершенно формы Были преданы Руслу На этом участке Но там есть еще И второй участок Второй участок Больше По длине Он опять же Связан К сожалению Значит Ну мы предполагаем С деятельностью Александра Николаевича Андрея Николаевича Потому что Ну сразу задаешь вопрос А кому это нужно Речь идет о том Земельном участке Где размещен Теннисный корт Рядом с этим Земельным участком Проходил рукав Реки Хлыновки Значит Он на сегодняшний день Засыпан И как мы сейчас Посмотрели карты Оказалось Что вообще Вот мы сейчас Администрацию города И информируем О том что Оказалось что Третья часть Этого земельного участка Попала под земли Водного фонда И прибрежной Защитной полосы Это сервитутные земли На этих землях Земельные участки Не формируются То есть мы считаем Что этот участок Был сформирован Незаконно Соответственно Я так понимаю Что и в этой части Андрею Николаевичу Мешала Хлыновка Он решил Рукав засыпать Второй рядом Значит Прокопать И в итоге Сейчас Между этими Двумя рукавами Один рукав Так скажем Естественный Другой Искусственный Сейчас сложилась Заболоченность территории И вот Чтобы вы понимали Значит Порядки Это примерно Пять тысяч Квадратных метров То есть Ну Мы конечно Сейчас Собираем Данные Возможно Нам потребуется Еще летний период Значит Следующего года Потому что Для того Чтобы Ну Так скажем Показать Экологическую Деградацию Территорий Должны быть Определенные Исследования В определенном Диапазоне Соответственно Я думаю Что Если у нас Достаточно Данных Будет Мы Направим Материалы Соответствующие Компетентные Органы Если будет Недостаточно Мы в летнее Время Подтвердим А визуально Мы все это Уже видим Мы поднимали Космоснимки С десятого Года Космоснимки Настолько Красноречивые Сразу Вся видна Деятельность Что В какой Период Было сделано К сожалению Многие Сдают вопрос А почему Раньше Не реагировали Это первый вопрос Вы знаете Просто не знали Вот просто не знали Мы же не Ходим с инспекторами Так чтобы На протяжении Инспектор ходил И все время следил Где кто Что может сделать У нас инспекторов 14 человек На всю область Соответственно Мы работаем Либо по фактам По каким-то планам И проверкам Проверяем предприятие Либо работаем По обращениям граждан Вот с точки зрения Изменения русла К сожалению Информации этой не было Вот она появилась У нас По результатам Работы Нашей проектной организации Вот смотрите Я вижу просто Очень много материалов Принесли вы с собой Я вижу что Огромное количество Снимков Отчетов Актов Различных Собрано уже По этому Участку земли Я сейчас как раз Вижу снимок Где Указано Природное Коренное русло Реки Холыновки И Русло Которое было Изменено Ну это вот Аня Я тебе сейчас передам Это очень странная История Конечно Я себе даже Представить не могу Как это могло случиться Но вот Алла Викторовна Правда Там очень серьезные Прям вот такие Обводные Вот как если бы Дорожки с тобой прокладывали А не русло реки Там вот делали Да И большие участки Заболачиваемости Но что касается Что касается Что касается Там мы не знали Алла Викторовна Я знаю Что очень многие Сейчас органы По заявительной системе Работают У МВД тоже По заявительной системе Работает Не позвонишь Не приедут Сами просто так Проверять Но деятельность На склоне Калинка Морозов Продолжается Не один десяток лет За не один десяток лет Там много чего Конечно Было сделано Понятно Что когда Стали разрабатывать Ежовский озерно-родниковый комплекс Когда пошли планы По благоустройству Хлыновки И стали все подробно изучать Ясное дело Что здесь уже И заявлять не надо было Сами туда дошли Светлана Владимировна Ну вот я хочу Какие прояснения Я просто хотела Можно спросить Алла Викторовна Как он должен был сделать Владелец этого участка Если он что-то хотел изменить Вот В гидрологии Не нашлись Никакие следы Каких-то официальных Движений Вот смотрите Любые руслорегулирующие Работы Должны проводиться На основании Проектной документации По согласованию Со специальными органами Речь идет Об изменении Дна и берегов Во всяком случае Он обязан был Обратиться Ну на тот момент Полномочия были У Камского бассейна Водного управления Потом они были Переданы к нам Он обязан был Обратиться И получить разрешение На изменение Дна и берегов И это разрешение Мы могли бы дать Только когда бы Мы увидели проект Ничего такого Подобного Сделано не было Теперь Вот по поводу того Что знали или не знали Вот факты вскрываются Постоянно Вот вы сегодня В начале программы Об этом сказали Мы действительно Начали Мониторить Наблюдать за склоном С 16-го года Значит Когда Первый Такой очаг был Когда были завезены Строительные отходы И мусор В размере Где-то 500 кубов На этот склон И нам позвонил гражданин Я и фамилию его знаю Не буду сейчас В эфире Просто говорить И на основании Вот этой жалобы Мы выехали Было выдано предписание Было значит Оштрафовано Знаете что самое еще Интересное Когда инспектора Выезжают На территорию Этого горнолыжного Комплекса Руководство говорит А мы здесь ни при чем Мы не знали Виноват водитель Виноват тракторист Виноваты физические лица Которые Самопроизвольно Без какого-либо Поручения Вот это сделали Поэтому мы вынуждены были У нас не было доказательств Значит О том что это там По указанию руководства Директора Предположим Значит С Июля 16-го года Было трижды Выдано предписание На устранение Вот этих нарушений Потому что Помимо того что Они планировали Склон Отходами Строительными И мусором Они ведь еще Отсыпали верхнюю бровку Вот этого склона И Что это значит Отсыпали верхнюю бровку Ну они так скажем Расширяли свою территорию Как они это Видимо планировали Но дело в том Что наш памятник природы Мы Поскольку орган власти Мы можем действовать Только в рамках своих полномочий Территория Особо охраняемая Жесткого комплекса Начинается С середины склона И ниже То есть Он работал На верхней части склона А в итоге Это обсыпалось Все Значит На середину И нижнюю часть Сползало И Плюс ливневые Дождевые воды Вот Мы Опять же И родники же там Посклонны Родники Это еще отдельная история Мы сейчас и об этом поговорим Значит Ну в итоге Мы сейчас проанализировали У нас Зеркало Ежового озера Значит До 2010 года Составляло У меня даже цифры есть 8682 метра Сейчас Когда мы проанализировали 3245 метров квадратных Ну то есть Больше чем в два раза Оно сократилось За счет вот этих вот Незаконных работ Алла Викторовна А когда предприниматель Приходил на склон Ну вот давно дело было Да Более 10 лет назад Он знал о том Что под склоном Это природно Охранимая территория Да все он знал То есть эти документы все были Да он все знал И значит Единственный раз Когда он к нам обращался Это он обращался Значит Ну во первых У нас есть режим охраны И значит В режиме охраны Никакие изменения поверхности Они не предусмотрены И он единственное Что обращался Что без изменения ландшафта Он туда так скажем Вставит или прошурфит Вот эту вот линию Которая поднимает Лыжников И все И больше никаких изменений Подъемник Да И больше никаких изменений Не будет Поэтому все что Вот он там осуществлял По изменению ландшафта По засыпке озера Мы фиксировали Значит И там скажем Административные штрафы По этому поводу Значит Накладывали Но К сожалению Памятник природы Создан без изъятия Земельного участка Поэтому в рамках там Действий По муниципальному По земельному контролю У нас нет полномочий К сожалению Значит Вот теперь вопрос По родникам Это очень важный вопрос Я благодарна Илье Вячеславовичу Потому что Когда я ему только рассказала Ситуацию с родниками Он единственный Из руководителей города Кто серьезно Отнесся к этому вопросу Значит Вот Чтобы все понимали Склон На котором расположен Горно-лыжный курорт Банк Хлынов Телевышка Он вообще Оползнеопасный Он признан Давно уже специалистами И Раньше Было рекомендовано Администрации города Не выделять Земельные участки Под строительство Значит Чтобы не было Какой-то дополнительной Нагрузки Об этом В свое время И Плехов был информирован И Мачехин был информирован И Драна информирован И более того Мы говорили о том Что там необходимо Проводить работы По защите территории И населения От негативного воздействия Техногенных И природных факторов Это Муниципальная полномочия Но все Отмахивались Никто серьезно К этой ситуации Не относился Значит Вот после того Как мы Мы в этом году Значит Поручали У нас Наше подвесное учреждение Мониторинг ведет Значит Реперные Там точки стоят Значит И посмотрели Какая ситуация Со склоном И более того В прошлом году Еще и федеральный Мониторинг Недр Это структура Которая Минприроды То есть Это не региональная Наша Специализированная Организация Гидроспецгеологии Они также Значит Сделали заключение Что Склон Вот у меня Даже Значит Результаты Из их заключения Специально С собой взяла Значит Они пишут Что в мае 2017 года В рамках Федерального Мониторинга Недр На опасном Потенциально опасном Участке склона В районе телецентра Производятся Строительные работы Связанные с строительством Спортивно-развлекательного Комплекса В результате Искусственной Срезки грунта В верхней и средней Части склона Его крутизна Увеличилась Почти довертикальной Поверхность Переувлажнена Подготовлена к смещению Вот это ключевая фраза Подготовлена к смещению Это тот самый комплекс О котором мы говорим Да Это именно тот самый комплекс Что такое подготовлено к смещению Ну это значит Что там нестабильная структура То есть может стереться Да Ну вот Надо еще понимать Чтобы все знали Значит Вот до 900 года На этом склоне Была Целая серия родников Их больше 24 родника Которые Значит В свое время Были объединены Единой галереи И собиралась эта вода Которая Значит Направлялась Еще была одна Многодебетная скважина Под склоном Примерно вот в том месте Где горнолыжный И это была водокачка Городской водозабор Старой Вятки Значит С 50-х годов У нас Новый водозабор Поверхностный Был в Корченке наведен Ну значит И здесь Забросили Забросили Да Так вот Именно эта часть Она оказалась Разрушенной И Андрей Николаевич Насколько я знаю То ли выкупил Эту территорию Водокачки Но естественно Все это Вот просто так Прервемся сейчас У нас реклама Продолжим Вот сейчас Илья Вячеславович Качал головой Когда вы произносили фразу Андрей Николаевич Возможно Выкупил Мы с этого момента И начнем После перерыва Продолжаем разговор У нас в студии Илья Шульгин Алла Албегова Мы говорим О судьбе Ежовского озера Норникового комплекса Уже так теперь говорим Потому что Это действительно Большой план Городского благоустройства С этого места Начнется Может быть Я надеюсь На это Мы все на это надеемся Строительство Ленточных парков В городе Кира И по малым рекам По малым рекам Нашего города И вот до эфира Алла Викторовна Произнесла фразу Что возможно Когда-то Эти участки Или часть участков Этого склона Андреем Морозовым Были выкуплены А вы Илья Вячеславович Качали головой Какова ситуация С владениями Ну я могу сказать Что здесь У нас есть Три участка И вот один из участков Как раз Который раньше Андрей Николаевич Арендовал И эти участки Сегодня Муниципальные Они возвращены Так скажем В город Договор аренды На них расторгнут И вот один из участков Как раз И обозначен Под старой водокачкой Где раньше Был водозабор Он находится Примерно в том месте Где у нас максимальный Вот выход Этих вот родников Сегодня Эта территория К сожалению Засыпана Полностью На участке Обозначена Сервитутная дорога Которая вела В свое время С улицы Почти С милицейской Туда И весь город Но это было Еще до войны Весь город Там так или иначе Пополнял Запасы Я так понимаю Что и с коромыслами Ходили И там телеги С бочками Ездили Водовозы Но тем не менее Сейчас это место Утрачено И если говорить О планах развития Этой территории То у нас В администрации Прошел уже Где-то два месяца назад Примерно в то же время Что и в Урбанформе у нас был Прошел конкурс На развитие Территории Особо охраняемой территории Ежовско-Родникового комплекса Начиная Отсюда С территории склона И туда дальше Если двигаться В сторону Кустью Хлыновки В сторону Получается Трифонного монастыря И Сегодня Два проекта Были отобраны Как победители Но они Отправлены на доработку Потому что там необходимо Произвести зонирование Там на самом деле Большая работа По планировке территории По определению Что где нужно сделать Там зона Так скажем Детского пребывания Какие-то детские площадки Зона исторической реконструкции Зона спортивных Каких-то объектов Плоскостных И там Где можно Горожанам Заниматься спортом Зона прогулочная У нас очень красивое Само по себе озеро Река Потрясающая Грифка По которой Сегодня люди ходят Это Я напомню Это в свое время Была железная дорога По которой Паровозик Таскал Барёвна Со сплава А там не остались Версы Мы гуляли По железной дороге Нет-нет Это немножко другое Там железная дорога Которая уходит На действующие предприятия Это вот одно А вот между Ежовским озером И самой Хлыновской Там грифка По которой люди просто ходят А шпалы там остались Грифка Это борд Ну получается Горка такая Да И вот если дальше По ней пройти Уже за улицу Горбачёва Которая вниз спускается Которая переходит Леса Заводской То там мы увидим Даже утраченный Железнодорожный мост Там опоры моста остались Там можно сделать Потрясающе красивый Мост пешеходный По которому Можно продолжать Гулять уже дальше Туда в сторону Улицы Престанской И подниматься наверх Либо там уже На набережную грину Либо в Александровский сад То есть тут Богатство пешеходных маршрутов Оно очевидно Поэтому вот эта Зеленая зона Ее необходимо Восстановить Благоустроить И придать ей Именно статус Особо охраняемой Природной территории Ежовский родниковый комплекс Где можно произвести Озеленение и так далее Андрей Николаевич Почему-то упорствует В своих каких-то Не побоюсь Заблуждениях Я вам скажу И у себя на стене Вконтакте Выкладывает Какие-то совершенно Дикие измышления О том что Администрация города Хочет там построить Какие-то гаражи Еще что-то Ну то есть Это не подается Вообще никакому анализу Здоровому На самом деле Насколько я помню Андрей Морозов Всегда говорил Два постулата Такие были И на последнем заседании Общественной палаты Тоже И здесь в нашей студии Тоже Во-первых он говорит Что он патриот Он живет в нашем городе И вкладывает все свои Средства и силы В развитие нашего города Но действительно Он здесь развивает И бизнес И развивает Какие-то проекты В том числе И вот этот проект Горнолыжного комплекса Который рассчитан На детей Там было очень И сейчас наверное Я не знаю Что там сейчас происходит Но там было Очень много групп Где занимались дети На горных лыжах И на сноубордах Даже я успела Софьей походить туда Со своим ребенком Немного позаниматься И насколько я знаю Даже ваши дети Успели походить И вопрос-то состоит Вот в чем То есть основной Это аргумент Вот в чем Если закроется Этот комплекс Где будут заниматься дети Подождите Вот у меня вопрос Сейчас такой Если часть участков Была Андреем Морозовым Арендована А часть участков Как я понимаю У него в собственности То почему мы говорим О том что комплекс Закроется Мы еще не говорим Вот вопрос такой Вот понимаете Об этом мы вообще не говорим Что какой-то комплекс Закроется Это же Андрей Николаевич Говорит Что у него там Кто-то что-то хочет закрыть Там и так далее Сносит его То есть он может продолжать работу Снесли Вот давайте Отделим Отделим Как говорится Мух от котлет Снесли незаконные Постройки Стоящие на муниципальной территории Это раз Второе Склоны Разорваны Договоры аренды Ввиду нарушения Договоры аренды На муниципальные участки У Андрея Николаевича Есть свои собственные земли На которых он может делать Все что ему Все что угодно В том числе заниматься с детьми Другое дело Что эта территория Возможно Ему может не хватить Но по крайней мере С маленькими детьми Заниматься можно Самое главное Вот давайте Про детей поговорим Давайте Значит Если говорить О занятиях Гранулзин спортом То я вам Как гранулзин Могу сказать Что заниматься нужно На чистом снегу Для того чтобы это было Необходимо Ставить снегоделательные машины Которых на склоне нет Откуда берется снег Снег берется С уличной дорожной сети Города Кирова Вместе с песком Вместе с солью Это не самое страшное Что есть на нашей дороге Нет почему же Вы понимаете Там весь набор И это подтверждено Анализами Которые провело Министер Астрахана Окружающей среды С Аллой Викторовной Мы на эту тему Много разговаривали Превышение по хлоридам По нефтепродуктам По тяжелым металлам Вот это страшно Происходит И большие превышения Хочу сказать Извиняюсь Улья Вячеславович То есть по нефтепродуктам В 18 с лишним раз Ну на порядок Мы все знаем Как дети играют в снегу Они его и поесть И сегодня если говорить о том Что нам делать Вот с детьми Я могу сказать Что например Позволить свозить туда Снег со всего города Ну это зафиксировано Неоднократно и фотографиями И жалобы жильцов Там то что снег Возят машинами По ночам и так далее Это все зафиксировано И мы такую ситуацию Продолжать Больше позволить не можем Потому что Вот я могу сказать Что у меня сын Ходил туда С дочкой заниматься Во-первых Я не могу понять О каких бесплатных занятиях Постоянно идет речь Все занятия платные Это стоило Ну лично Мне это стоило 450 рублей За один час занятий С инструктором И я могу сказать Что ну я запретил Туда ходить Потому что однажды Я пришел туда с лыжами Сам решил позаниматься Со своим сыном Горными лыжами И что я увидел Коричневый от песка склон Мне просто ну извините Ну жалко лыжи По такому склону кататься Потому что ну это Абсолютно неправильно И просто лыжи можно ободрать Что я и сделал в общем-то И после этого Просто мы от этого От этой идеи отказались Если говорить сегодня О развитии там скажем Детского спорта Горнолыжного Ну коллеги Во-первых Мы заходим в зиму И понимая что Тем более что у нас Такая морозная неделя Впереди Сегодня как вы видите Весь город готовится К празднованию нового года И я не знаю Там впервые Это или не впервые Ну как мне говорят Впервые Администрация организует Три места Это вот такие Как бы знаковые Это вот Небольшой каток Для детей На улице Спасской В пешеходной его части Возле театра на Спасской Возле театра на Спасской Совершенно верно Вот Второй каток Большой Мы его в этом году Увеличили На театральной площади И Большой очень каток Это в Вересниках Неподалеку От Манежи Легкоатлетического Там уже установлен Опор освещения Сейчас заливается лед То есть это тоже будет Такая зона Там предусмотренные Раздевалки Прокат коньков И там чай, кофе Какие-то пирожки Покушать можно будет Общественный транспорт Ходит туда? Десятый маршрут И мы будем его усиливать Для того чтобы Вот я предложить хотела Увеличить количество автобусов Это все уже да Понятно что все это там Мы на Новый год Вообще будем усиливаться Чтобы как-то вот И в новогоднюю ночь Поддержать Давайте вернемся Горным лыжам Все-таки Но просто вот Как раз оттуда идет От сообщества Ну смотрите Если говорить О развитии вот этой территории То я могу сказать Что ну возможно Тут и какие-то Горнолыжные дела Можно развивать Но вернемся К оплоне опасному склону Потому что это на самом деле Ну кому-то может показаться Там какими-то Ну Андрей Николаевич Это воспринимает Как-то очень легко Я как человек Ну производственник Я на это смотрю Немножко по-другому То есть такие вещи Происходят вот в секунду И не дай бог конечно Там что-то произойдет Но сегодня мы наблюдаем Следующее Сверху наложили На родники грунта Родники пальцем не заткнешь Они текут И довольно высокий дебет Они постоянно подмывают Эту территорию Неделя-две Затяжены дождей И мы можем получить Критическую ситуацию На этой территории Поэтому я бы здесь Так легко не относился Мы с Аллой Викторией договорились Что будет склон исследован И поскольку это Муниципальная земля На сегодняшний день И территория Особо охранения Правда на территории То здесь будут Прогнены исследования И склон необходимо Будет проводить в порядок В том числе Я так полагаю Что за счет Того арендатора Который здесь сидел И до такой ситуации Все это довел И здесь необходимо Ну понимаете Вот если говорить о том Вот там Деятельность У Каринки Морозова Там развивать И так далее Я не знаю Но на сегодняшний день Что мы видим Склон засыпан строительным мусором Рослы рек изменены Человек занимается Самозахватом Муниципальных земель И никак не реагирует На призывы Все это упорядочить Илья Вячеславович Это мы услышали Все У нас остается Полторы минуты Я повторяю Дети Я повторяю Свой вопрос Куда детям На лыжах Про сноубордистов И горных лыжников Им не так важно Уморозовали заниматься Не уморозовали заниматься Я понимаю Где-то нужно заниматься Дано поручение Сегодня у нас есть Прекрасная территория Очень хорошие склоны Высокого берега Вятки на Филике Где у нас стоят Трамплины Там есть Детская спортивная школа И на сегодняшний день Вот буквально Мы вчера С Игорем Владимировичем Разговаривали Получено Поручение В максимально короткие сроки Провести там Так скажем Все необходимые Изыскательские работы Для того чтобы организовать Хорошую школу И горных лыж И сноуборда Потому что И сама территория Предполагает Там Ну понятно Что необходимо Руки приложить Потому что нужно Посмотреть вообще в целом Как территорию То организовать Территория очень большая Сегодня там Проложены Лыжные трассы То есть там люди Начиная с северной больницы Сюда вниз спускаются Потом поднимаются Там такая закольцовка Очень красивое место Лесом поросшее Для обычных лыжников Для обычных лыжников Да Но это касается Вот этого парка Который примыкает К санаторию АвиТека И велосипедные дорожки Велосипедные дорожки У нас там Да Мы помним Что это вот И летом Это прекрасная территория Там можно и хайкинг Организовать И лыжные Вы сказали что Игорь Васильев Губернатор и вы Вчера провели переговор Дано получить поручение Что-то там сейчас работает Планы по развитию Этого горнолыжного комплекса Связаны с теми инвесторами Которые сейчас на склоне находятся Или с привлечением новых инвестиций Понимаете Нужно посмотреть ситуацию То есть кто там сейчас находится И какие возможности Какие у них планы То есть соотнести Потому что Ну то есть у города план Развивать горнолыжный Горнолыжную тему Потому что у нас есть Хорошие склоны Не только на Филики Мы можем посмотреть эту тему И здесь вот в центре города Просто единственное Необходимо снять все Сложные опасные моменты Которые сегодня там есть И не будем на это закрывать глаза Потому что это Ну совершенно невозможная тема От нее нельзя вот взять И отвернуться Алла Викторовна Последнее слово Ну абсолютно я соглашусь И Илье Вячеславовичу Мы договорились Что склон нужно Во-первых восстанавливать Первоначальное состояние Делать каптаж родников Отводить их Отводить поверхностную ливневку И делать подпорную стенку Только тогда территория будет безопасна Я как мама Вот со своим ребенком На этот склон Не пошла бы Завершаем первую часть Дневного разворота Благодарим наших гостей Илья Шульгин Глава администрации города Кирова Алла Албегова Министр охраны окружающей среды И еще раз напоминаем Что мы предоставляем наш эфир Андрею Морозову Если он хочет озвучить свою позицию Пожалуйста И планы по развитию В том числе Что он думает О предложениях Министерства экологии И городской администрации Я уверена Что анализ Уже было время Чтобы провести Вот всех документов И требований Так что мы приглашаем Еще позвоним лично Не только через эфир пригласим Сейчас прервемся на новости Тематические программы И рекламу И продолжим В начале следующего часа